Всем привет, друзья! Видим урванную шаровую автомобиль Renault Duster Значит ее надо А пыльник надо поменять Значит что мы делаем Гайку откручиваем вот таким ключом на 18 Только твердый ключ должен быть Баналевый желательно Упираем ее в гранату Сильно она хорошо упирается И бьем вот сюда, вот видно Я стучал Ну молоточком я с таким переходником Вот с такой металлической палкой Вот так вот упирал Ну соответственно и бил по ней Значит ну вот теперь все Болтается мы видим Дальше откручиваем гайку И снимаем рычаг с помощью Головки на 21 Итак вот она шаровая Снял я рычаг Шаровая не болтается Очень плотно стоит Ну наша задача поменять Пыльник Поменять пыльничек Ну у меня по новым пыльникам Я нашел вот такой от шаровой Вот наконечника точнее вазовского И вот такой вот от шаровой Вазовской Ну вроде бы как вот этот от шаровой вазовской Должен подойти Сейчас посмотрим Значит старую смазку удаляем Значит шаровой это напоминаю родная Кто-то мне в комментариях по-любому Какая-то Кто-то напишет что Мол нафига это все Неужели нельзя купить новую шаровую За там 500 рублей Или 1000 Ну давайте откровенно друзья Нельзя Все очень просто Родная В 150 раз лучше 1000 раз лучше Так вот она вазовская Нам бы понять встанет она сюда или нет Вроде бы как встает Голова у нее чуть-чуть уже Так мы попробуем Вазовский наконечник Ну наверное он не встанет Он тут по-другому У него Вот здесь одевается Она из-под низа Видите он одевается Он по-другому как бы работает Но если его вывернуть Он не наворачивается Вообще другое пальто Это вообще все Не отсюда Если вот так Ну не будет он одержаться Так Теперь мы Вытаскиваем Вот этот вот Держатель И ставим его На новую шаровую Точнее сначала Нужно поставить Новую шаровую Извиняюсь Пыльник Новый шаровый Ну честно сказать Что-то он особо Вставать не желает Короче друзья Запаситесь еще пыльником Если будете делать Такую операцию Он не дорогой Ну а мне уже Деваться некуда Придется колхозить Потому что Сейчас я вам покажу Номер этого пыльника Вот так вот просто написано на нем ЦР ЦР Ниакого номера Букси нет Он очень мягкий Друзья Ну думаю Вот этот вот пыльник От наконечника Вазовского Сойдет Вот он одевается Но стоит он вот так Ну и соскакивает Естественно Когда шаровый Двигается Теперь надо придумать Как делать так Что-то он соскакивал Давайте попробуем Вот этой стороной Продолжение следует... Ну вот он стоит Ну единственное Что такой Процедуры Наверное хватит Совсем не надо А может быть И надолго Это мы не знаем Так Ладно Деваться мне некуда Оставляю этот пыльник Сейчас Набьем сюда Смазки Смазка Вот такая Вот Блю Высокотемпературная Для подшипников Ну наверное На шаровую Тоже подойдет Применение Шариковые Игольчатые Роликовые Подшипники И шаровые Опоры Вот друзья Ну поэтому Все должно быть Хорошо Вот так И вот так И вот так Смазки Должно хватить Нет С учетом того Что я все-таки Планирую Все равно Поменять шаровую И немножко Мы Прям в шаровую Ой Прям в пыльник Почему Не шаровую Поменять А пыльник На нормальный Поменять Ну Это такое Надо все равно Будет прокатиться А потом Проконтролировать Друзья Сейчас его Сделаю Надо все-таки Снять И переделать Чуть-чуть Вот смотрите Как плотненько Она Осела Там И все И сидит И даже Ее не снять И даже Вот Прям Вот так О Снялась Вот так Ну Я могу сказать Что это не самый Худший вариант Вот тот вот Вариант Той шаровой Был похуже Той здоровой Так Я наверное Все-таки Буду не колечко Ребят Если осталось У кого-то Колечко От ваза Оно Идеально Подойдет Но вот сюда Можно вот такой Вот стяжечкой Скрепить Прямо Вот так По контуру Я и дам Сейчас Главное Чтобы ровно Было Куда-то делись Красивые Пластикупцы Вот это они То ли здесь То ли Где-то Ну здесь Ага Вот она Раз И Скатилась Ну в общем В принципе Что бы и нет Вот прям Вот так Она ее Не поднимает Она ее По контуру делает Так Я понял Народ Надо вот Короче Сделать то же самое Только более Толстой стяжкой Сейчас я найду Такую Так Вот я нашел Более толстую стяжку Сейчас аккуратненько Раз Это вредит И вот Видел Давайте-ка Вот это вот Все Здесь Протрем Еще разочек Для того Чтобы Ну и Отлично Все Великолепно Смотрите Тут Заколхозил Так Так И вверх Давайте Может Сделаем Точно так же Только с маленькой Все равно Она у нас Временная Но тут смысл в том Чтобы Чтобы затянуть Ее потом там Давайте вот так Я ее сейчас Не это Вот так И вот Теперь затягиваем Поняли да Идею Раз Ну вот Как-то так Держится Вроде Ну-ка Знаете Я вот Сколько уже Саморемонтом Занимаюсь Всегда Говорю Что Нет Ничего Настолько Постоянного Как Временное Вроде Ничего Так И получилось В итоге Ну В общем Я пыль не куплю Про запас А за Вот этим Вот делом Конечно же Понаблюдаем В том Дам обратную Связь Может быть И не нужен Никакой пыли Вот Вот Отрых Этот Это Плохо Надо Посмотреть Не Осталось Здесь Ну Вот Единственное Что Плохо Да Что Вреди Резина Будет Упираться В Этот Вот В Эту Вот В Эту Вот Вот Это Вот Единственный Такой Плохой Момент Вот Можно Еще Попробовать Решить Вопрос С помощью Вот Такого Вот Резинового Кольца Резиновой Такой Прокладки Но Вы же Понимаете Что Это Тоже Будет Ненадолго Потому Что Оно Со Временем Все Равно Дорвется Так Нам Надо Его Вон Туда Шадить Ну Я Не Скажу Что Это Мега Прям Сложно Одевается Все Прекрасно Вот Вот Так Ну А Эту Сляшку Тогда Мы Отрезаем Вот Так Аккуратно Раз Ну Вот Как-то Так Все Должно Работать Долго Нудно И так Далим Обратно Ничего Сложного Не будет Прикрутили Болты Прикрутили Гайку Если У вас Вот Здесь Прокручивается Из-за Смазки Значит Тогда Подпираете Вот Здесь Ну Чем-нибудь Там Палкой Чуть Машину Опускаете Ну И все Как бы Вот Такой Вот Ремонт Шаровой Родной Я думаю Что Это Не временный Вариант Это Я думаю Она Постоянно Если Увижу Что Течет Тогда Я Только Буду Покупать Себе Пыток Все Всем Спасибо Всем Пока Удачи Времонтов Удачи На Дорогах Не Болеть